Глина белая или коалин – природный материал, обладающий высокими лечебными свойствами. В медицине используется белая глина, прошедшая высокую очистку, свободную от посторонних примесей. Белая глина встречается в различных видах. Это может быть порошок белого цвета или гранулы размером 1-2 см. Встречается в продаже белая глина в пастообразном виде, подобно оконной замазке. Все зависит от количества воды, добавленной к глине. Белая глина в порошке – это полностью обезвоженный материал. Белая глина имеет pH от 7 до 8, то есть обладает щелочными свойствами. Одной из основных причин возникновения целого ряда заболеваний и снижения продолжительности жизни человека является увеличение свободных радикалов, обладающих кислотными свойствами. А микроэлементный состав белой глины и ее щелочные свойства стабилизируют работу системы организма. Каолин содержит минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуждаемся. Кремнизем, цинк, медь, азот, кальций, магний, калий – в весьма хорошо усваиваемой форме. Основным элементом белой глины является кремнизем. Луи Пастер в 1878 году сказал о кремниземе, что терапевтическому действию кремнизема принадлежит грандиозное будущее. Без кремнизема невозможно нормальное функционирование живого организма. Его дефицит влечет за собой невозможность усвоения других микроэлементов. Нарушение кремниевого обмена сопровождается общим нарушением обмена веществ. Вызывает анемию, размягчение костей, выпадение волос, болезни суставов. В 1957 году французские ученые описали факты, подтверждающие, что при атеросклерозе у больных людей, как правило, содержание кремния в тканях, составляющих стенки сосудов, очень низкое. По сравнению со здоровыми. Они же экспериментально подтвердили, что введение в организм соединений кремния останавливает развитие атеросклероза и помогает восстановить нормальную чистоту и функции стенок сосудов. Основное свойство косметической глины – очищение и подсушивание кожи. Она вбирает в себя избыток кожного сала и выделение потовых желез, устраняет загрязнения, которые есть на коже. Поэтому ее часто используют в дерматологии в виде мази и паст. В косметологии – в составе масок. В детской косметологии – в виде присыпок. В сухом виде белая глина хорошо сочетается со многими порошкообразными косметическими веществами, например, такими как цинковые белила, крахмал, тальк, окись магния. Белая глина усиливает бактерицидное действие некоторых веществ, поэтому ее добавляют в противовоспалительные маски и мази. Глина используется также в декоративной косметике в составе пудр и сухих дезодорантов. Коалин особенно хорош для женщин с жирной кожей лица. Белая глина сама по себе может применяться как маска в домашних условиях. Коалин поглощает избыточный жир и грязь, скопившиеся на поверхности кожи, насыщает кожу полезными минералами, стимулирует обмен в клетках и их регенерацию. И благодаря этому абсолютно незаменим при уходе за жирной кожей, склонной к образованию угрей. Наиболее широко белая глина используется в составе масок и скрабов. Влияние коалина на кожу лица поистине благотворно. Коалин это нежнейший абразив, что позволяет его использовать в качестве мягкого, нетравматического скраба. Такое свойство очень ценно для лиц с воспалительными угревыми высыпаниями, для которых грубые абразивы неприемлемы, так как они способны усугубить тяжесть течения данного кожного поражения. В дорогих зубных пастах белая глина теперь заменяет мел. Раньше, чтобы добиться необходимой консистенции, к мелу добавляли поверхностно-активные вещества. Почти те же, что в стиральных порошках, которые сильно разрушали микрофлору полости рта. Коалин же не требует таких помощников. Он снимает зубные камни, укрепляет эмаль, снижает угрозу появления кариеса, отбеливает зубы даже у заядлых курильщиков и любителей кофе. Благодаря удивительным свойствам белой глины, она нашла свое применение в медицине. Тепловые компрессы из белой глины приносят облегчение от болей при заболеваниях суставов, при повреждении мышц и связок, при ушибах и ранах. Обеспечивая местный тепловой эффект, глина улучшает кровообращение в мелких сосудах-капиллярах. Токсичные вещества из крови и лимфы через кожу всасываются белой глиной. Таким образом, продукты воспаления удаляются из пораженного болезнью участка. При воспалениях кожи, экземах, нейродермитах, дерматитах, белая глина, обволакивая кожу, приносит облегчение, уменьшая азот и раздражение. Каолин состоит из чрезвычайно мелких частиц, благодаря чему способен абсорбировать продукты жизнедеятельности клеток организма. Каолин поглощает яды, токсины, газы и даже радионуклеиды из желудочно-кишечного тракта, пока они не успели всосаться в кровяное русло. Поэтому именно белую глину до сих пор применяют при серьезных интоксикациях. Не хуже современных антибиотиков белая глина справляется и с болезнетворными бактериями. Так как она является абсорбентом, то она притягивает к себе вирусы, грибковые и другие микроорганизмы. Но в отличие от лекарств, сама глина остается химически инертной, а следовательно абсолютно безвредной для организма. Глина вытягивает микробы и токсины. Это приводит к очищению клеток, а в дальнейшем к регенерации. Большинство специалистов в области методов диагностики и лечения считают, что уникальность лечебных свойств глины в значительной степени определяется ее волновыми характеристиками. Установлено, что глина белая имеет длину волны вибрационного поля типа радиоволн около 8 метров, что соответствует длине волны здоровых клеток организма человека. Больные клетки имеют меньшую длину волны, и вибрационное поле белой глины воздействует на них, резонируя их на длину волны, близкую к 8 метрам. Изменение волновой характеристики организма происходит в течение часа с момента наложения или приема глины. Существует мнение, что она способна выравнивать ослабленное биополе человека. А теперь методы применения глины. Применение глины в домашних условиях достаточно простое. Порошок или гранулы белой глины необходимо развести водой до консистенции сметаны. Если предполагается использовать компресс из глины при заболеваниях мышц, консистенция должна быть густой. А при кожных заболеваниях глину можно разводить до консистенции сметаны. Разведенную в воде белую глину необходимо подогреть на водяной бане. Температура глины должна быть комфортной и не вызывать ожоги. После разогрева глины из нее формируем лепешку толщиной 3 см. И соответствующим размером для определенного участка тела. Для формирования такой лепешки очень удобно взять хлопчатобумажную ткань. Лепешка из белой глины накладывается на болезненный участок тела. Можно формировать лепешку непосредственно на пациенте. Закрепляем полиэтиленовой пленкой. Длительность процедуры до часа. После процедуры белая глина снимается и выбрасывается. Тело необходимо обмыть теплой водой. Никогда не используйте повторно белую глину. Ее просто необходимо выбросить. При кожных заболеваниях сметанообразной теплой белой глиной обмазывается пораженный участок кожи слоем примерно 1 см. Длительность процедуры составляет от 1 до 3 часов до полного высыхания глины. После процедуры принять ванну или душ, чтобы смыть глину. При болезненно зудящих дерматитах и экземах белую глину можно не смывать, а процедуру обмазывания повторять многократно в течение дня. На курс лечения требуется от 10 до 30 процедур. Белая глина применяется также в косметологии в виде масок на кожу лица. Это один из эффективных способов лечения проблемной кожи. Очень часто применяют глину для приготовления ванн. Такие ванны очень эффективны при экземах, дерматозах и дерматитах, особенно когда у пациента выражен кожный зуд. Курс глина лечения состоит из 10-15 процедур. Определяется врачом в зависимости от заболевания и состояния пациента. Курс можно повторять через 1-2 месяца. Такие процедуры лечат и очищают кожу, а также улучшают кровообращение. Белая глина собирает шлаки, токсины, отмершие клетки эпидермиса, лишний жир, насыщая кожу минеральными веществами. После такого очищения кожа восстанавливается и улучшается ее регенерация. Надеемся, что информация для вас была очень полезна. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok